В минувшее воскресенье Общественный совет по охране Лежбища Сивучи при общественной организации «Бригантина» провел еще одну акцию по уборке мусора на прибрежной территории. И хотя 2 июня участников акции было меньше, чем неделю назад, собранного мусора оказалось столько же. Погрузчик почти доверху наполнил кузов КАМАЗа. Технику в помощь людям выделило предприятие «Горняк-1». Следует отметить, что очищать берег пришли и подростки. Их рукам и силе нашлось применение. Кто-то принимал участие впервые. Просто добровольно, из добрых побуждений. Жалко Сивучи. Думаете, получилась сегодня акция? Что-нибудь получилось? Ну, естественно, получилось. Почти самосвал мусора через неделю вывезли. За несколько часов работы береговая линия преобразовалась на глазах. Исчезали многолетние залежи тяжелого плавника и оставленного человека мусора. Остался чистый кусочек природы. Мы, живущие на берегу Татарского пролива, редко задумываемся о том, каким богатством обладаем. А ведь здесь есть немало удивительных уголков. Кому, как ни нам, беречь все это? Может, именно за красоту облюбовали сивучи эти места? К сожалению, им хватает проблем и без участия человека. На прошлой неделе к нам в редакцию поступило тревожное сообщение о том, что вблизи Ловецка на берегу находится молодой сивучонок. В этом году это не первое происшествие подобного рода. Возможно, во время сильных штормов неокрепших детенышей волной выносят из привычной акватории на обширную отмель в районе Ловецка или улицы Казакевича. Чтобы добраться до глубокой воды, сивучатам часто не хватает сил. У нас в районе нет специалистов-спасателей и ветеринаров такого профиля, готовых прийти на помощь. В этот раз в спасении молодого морского льва принимали участие сотрудники администрации, инспекции по маломерным судам и Государственной морской инспекции. Общими усилиями сивучонка перевезли в район лежбища. Но от подобных проблем в будущем наши сивучи не застрахованы. И если мы не можем гарантировать нашим соседям безопасность от капризов погоды, то не создавать им проблем по нашей вине мы обязаны. Пусть наши внуки и правнуки когда-нибудь тоже с гордостью скажут своим детям. Это наши сивучи. Надежда Арсакова, Виталий Войко, Невельские новости.